Летом во время выборов в Московскую городскую думу вспыхнули протесты. Москвичи протестовали против недопуска на выборы известных в городе и популярных оппозиционных кандидатов, в том числе избранных глав московских районов. Многих тогда шокировало, какое открытое жульничество происходило. Кандидатов недопускали по смешным, нелепым и издевательским основаниям, несмотря на очевидную поддержку москвичей. Эта история вскрыла одну из главных схем управления российской политикой в путинское время. Для того, чтобы удерживаться у власти, Владимир Путин и его команда самыми разными способами сокращают количество участников политического процесса. В 2019 году эта тема зацепила общественное внимание, но началась она очень давно, 20 лет назад, и последовательно исполнялась все эти годы. Очень важно понимать то, о чем я расскажу в этом ролике. Тут и ответ на то, как было искусственно произведено мнение, никого кроме Путина нету. И ответ на то, почему на выборах нет таких кандидатов, за которых хотелось бы агитировать или голосовать. Все это не случайность. Нет, в России не вымерли внезапно адекватные, харизматичные и умные люди, желающие идти в политику. Просто вся государственная машина работает на то, чтобы они не имели не то, что возможность выиграть сражение, но даже выйти на ринг. Давайте разбираться. Российская политическая система в конце 20 века, в конце 90-х, это живой, разнообразный и конкурентный мир. Сегодня невозможно такое себе представить, но тогда президент Ельцин и его правительство перманентно конфликтуют с преимущественно оппозиционным парламентом и региональной фронтой. Избранные губернаторы конкурируют за ресурсы между собой и с федеральным центром, и не то, что не поддерживают президента, не желают вообще с ним никак ассоциироваться, настолько непопулярна его фигура. Выборы Государственной Думы третьего созыва, состоявшиеся 19 декабря 1999 года, за 12 дней до назначения Владимира Путина, исполняющего обязанности президентом России, проводились по смешанной системе. 225 депутатов избирались по спискам, 225 по одномандатным округам, как сейчас. Но в выборах тогда участвовало 26 политических партий, избирательных блоков и объединений, что несколько меньше в сравнении с парламентскими выборами 1995 года, участниками которых стали 43 объединения, в том числе общественные организации. К выборам 1999 года уже не допущены были и общественные организации. Это было важное изменение тогда. Общее же число организаций, имеющих право на участие в выборах, снизилось с 272 на выборах в 1995 году до 139 в 1999. Тем не менее, участниками выборов все еще могли выступать не только общефедеральные политические партии, избирательные блоки и объединения, но и партии региональные. Результаты выборов декабря 1999 года сложились в пользу президентской администрации. Партия консолидированной бюрократии «Единство», «Медведь» про образ «Единой России», наспех созданная Борисом Березовским прямо под выборы, победила объединенную в блок «Отечество. Вся Россия» оппозицию во главе с Юрием Лужковым и Евгением Примаковым. 73 места с учетом одномандатников у «Единства» и 66 у «Отечества. Вся Россия». Последний в 90-е большой бой в верхах между сильными региональными главами и президентом закончился победой президента, но вовсе не уверенной и совсем не окончательной. Более того, пропрезидентская партия не просто не получила контроль над большинством в парламенте, она, что, опять же, невозможно себе представить сегодня, даже не самая большая в Думе. Самая большая фракция по-прежнему у коммунистической партии – 113 депутатов. Всего на момент вступления Владимира Путина в должность президента, сначала исполняющего обязанности, а затем и избранного, нижняя палата российского парламента была представлена 9 депутатскими фракциями, и еще 17 депутатов не входили ни в одну из фракций, оставаясь независимыми. Несмотря на сокращение перечня допущенных к выборам участников, первый парламент в радие Владимира Путина все еще оставался формально-оппозиционным исполнительной власти. Первой задачей Путина, которую вполне открыто декларировала администрация президента, стало сокращение и укрупнение политических партий, допущенных к участию в выборах, и контроль оставшихся, а следовательно и парламента, и всего законодательного процесса. Сегодня мы обязаны своими практическими действиями поддержать инициативы граждан в их стремлении бороться с террором. Должны вместе найти механизмы, скрепляющие государство. Одним из таких механизмов, обеспечивающих реальный диалог и взаимодействие общества и власти в борьбе с террором, должны стать общенациональные партии. Идеально парламентская модель представлялась, если уж не двухпартийной, то, по крайней мере, малопартийной. Новизна метода путинской администрации по сравнению с предшествующей состояла в инструментах. Администрация Бориса Гельцина решала задачу снижения числа и укрупнения парламентских сил политтехнологическими средствами, путем создания новообразований и объединения в них всех лояльных себе политиков. Новая же администрация изначально сделала ставку на правовое изменение, то есть на законодательные ограничения числа сил, допущенных к участию в выборах. То есть администрация Путина хотела сделать так, чтобы поменьше структур могли выдвигать кандидатов. Тогда проще контролировать процесс. Первым изменением стал запрет региональных партий. Даже не запрет на их участие в федеральных выборах, а изменение самого понятия партия. С июля 2001 года все партии должны отвечать требованиям федеральной. То есть, например, раньше мы с вами могли создать региональную партию в Москве и выдвигать кандидатов на московских выборах, и даже участвовать в выборах в Государственную Думу, как Московская региональная партия. Теперь же мы вынуждены открывать отделения в большинстве, а вообще в двух третях регионах страны, или присоединяться к крупной партии, что, конечно, ограничивает наши действия. Это вместе с созданием федеральных округов ограничивало автономию регионов, снижало общее число действующих объединений и сильно затрудняло регистрацию новых. Отныне уже само свидетельство о регистрации юридического лица требовало создать огромную организацию с массой региональных отделений. Здесь проявляется стратегия всех законодательных изменений на 20 лет вперед. Под каким бы флагом, в каком бы формате они не проводились, какие бы куски законодательства не затрагивались, кто бы их не инициировал, общим будет одно – максимально затруднить рост числа легальных структур, имеющих право на участие в выборах. На это направлены и последние изменения, которые сейчас широко обсуждались. Но тогда новый политический менеджмент осознавал, что ключевой элемент контроля электоральной и партийной структуры – это не управление выборами как процедуры агитации, голосования и подсчета результатов. Это даже не столько подчинение существующей парламентской оппозиции, но это контроль на входе, строительство барьеров, препятствующих вовлечению в политический механизм новых участников. Почему именно эта стратегия? Почему ограничения на входе? Кажется же, что несопоставимая пропорция ресурсов, как финансовых, так и медийных, аппарат фальсификации и так дает власти неограниченные возможности. Какая разница, сколько участников допущено, если на каждый их рубль администрации легко тратят 100, а результаты вообще рисуют на свой вкус? Но это заблуждение. В него очень многие верят, что выборы вообще бессмысленные и могут нарисовать что угодно. Сейчас вот по поводу электронного голосования или голосования на почте, знаете, стали все говорить, а зачем им вообще этим интересоваться? Все равно он нарисует, что хотят. Это заблуждение. Фальсификация выборов для систем вроде нашей – целая, сложная и опасная работа. Если бы протоколы можно было бы просто написать или нарисовать, какие надо, мы бы не наблюдали такую предвыборную активность и такие ресурсы на агитацию и мобилизацию, которые мы видим от власти на каждой компании. Фальсификации имеют свои пределы. Можно натянуть 5-10%, даже можно попробовать 15%, но не 50%. Фальсификации видны, и чем более масштабны, тем более видны. Фальсификации ведут к протестам, как мы видели в 2011 году. Чем больше участников, тем выше прозрачность, тем сложнее контролировать каждого из них, тем уже пространство фальсификации. Контроль конкуренции на дальних подступах, прямой недопуск, жесткий контроль над единичными легальными участниками – самый эффективный способ получения нужных результатов. Нет необходимости слишком сильно переписывать протоколы выборов, в которых участвует только Белоснежка и 7 во всем зависимых от нее гномов. В таких выборах и у общества участвовать неинтересно. И оно высокомерно забивает на них, говоря, что не хочет выбирать между сортами известной субстанции. Власти именно это и нужно. Никто даже не пытается вмешаться в процесс. Ничего не нужно и фальсифицировать. Следующим шагом в этом направлении стали принятия в 2002 году поправки к закону о государственной регистрации юридических лиц. Поправки эти передали вопрос регистрации политических партий Министерству юстиции. Оно получило чрезвычайно широкие полномочия как по отказу в регистрации, так и по отзыву о регистрации у существующих партий. Эти действия мы можем наблюдать и по сей день. Как вы знаете, Алексей Навальный, у которого совершенно точно есть достаточная поддержка, чтобы зарегистрировать партию, трижды пытался это сделать и трижды Министерство юстиции ему отказывало. Сейчас Министерство юстиции отзывает регистрацию у партии Гражданская инициатива, в которую вошел и стал председателем Дмитрий Гудков. При этом очень быстро дает регистрацию новым кремлевским партиям, которые зачем-то понадобились, типа партии любителей танков и нечто подобное. Они прям за месяц получают регистрацию. То есть этот процесс контролируется в ручном режиме. Но это не новшество сегодняшнего времени. Уже к выборам 2003 года, то есть следующим парламентским после вот 99-го, была создана ситуация, в которой регистрация новой независимой политической партии стала процедурно нереалистичной. С одной стороны, был огромный порог по минимальной численности и необходимость создания региональных отделений не менее чем в двух третях субъектов федерации. Требовались огромные вложения усилий и средств в создание новой партии. С другой стороны, Министерство юстиции было ничем не ограничено как в отказе в регистрации, так и в снятии с регистрации уже готовой партии. То есть вы могли вложить очень много ресурсов, пройти 10 кругов ада, а потом получить необоснованный отказ, который невозможно никак оспорить. Результаты не заставили себя долго ждать. В парламентской кампании четвертого созыва Государственной Думы 2003 года участие как партийным списком, так и выдвижение одномандатных кандидатов приняли лишь федеральные политические партии, их избирательные блоки, коих набралось 23 против 26 в 99-м. Незначительное, казалось бы, снижение числа участников скрывало под собой вполне конкретные перемены. К окончанию полномочий третьего созыва Государственной Думы, избранного в 99-м, избирательные блоки администрации президента и объединенные региональные элиты превратились в политическую партию «Единая Россия», которая была уже не разовой предвыборной игрушкой одной из властных групп, но буквально стала реализацией давней идеи партий объединенной бюрократии. Формально-центристская «Единая Россия» не опиралась ни на какую внятно сформулированную идеологическую платформу. Она стала партийным и парламентским компонентом, высказанным Владимиром Путиным, курса на укрепление вертикали власти, в котором номенклатура на всех уровнях встроена не только в единую административную, правовую, фискальную, но и партийную иерархическую структуру, где обеспечение уверенного лидерства «Единой России» это не бремя, возложенное на ресурсы одной конкретной административной группы или самой этой партии, в конкуренции со всеми прочими, но ключевая метрика эффективности работы аппарата государственного управления на всех уровнях, с муниципального до федерального. То есть успех «Единой России» это цель администрации городов, администрации регионов, совершенно не одна партия уже, а прямо получается партия власти. В декабре 2003-го новая партия под председательством министра внутренних дел Грызлова, мэра Москвы Лужкова и популярного в массах министра МЧС Шойгу получает 37,5% по списку и 103 мажоритарных округа, в сумме 304 мандата. Впервые в истории России формируется партия парламентского большинства. Задача администрации президента полностью выполнена, просто усложнением допуска. Никаких больше торгов и компромиссов. Исполнительная власть полностью контролирует законодательную. 67,5% еще не конституционная, но такое большинство, которое позволяет принять любой федеральный закон, в любой момент ни с кем не договариваясь. Те же выборы отметились как формированием четырехпартийной думы, которая до сих пор существует. Тогда Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Родина. Потом Родина сменилась на справедливую Россию. Так и утраты парламентского статуса нашими либеральными партиями. Яблоко Григория Явлинского и СПС Бориса Немцова не смогли тогда преодолеть 5% барьер. Причем Григория Явлинского успел даже поздравить по телефону Владимир Путин с прохождением в парламент. Но потом с помощью фальсификации процент опустили и в парламенте яблоко не оказалось. Всего Госдума 4-го созыва включала в себя 5 фракций, наименьшие из которых стали 8 депутатов Партии Патриоты России, избранные по одномандатным округам. Еще 23 депутата остались независимыми, не вошли ни в одну из фракций. 2004 год отметился не только терактами в Беслане, но и отмены губернаторских выборов на их фоне. Главным новшеством стал новый порядок избрания Государственной Думы. В нем произошло два принципиальных изменения. Выборы по одномандатным округам были отменены, российский парламент перешел со смешанной на списочный порядок формирования, а также были запрещены избирательные блоки. С 2004 года в выборах Государственную Думу могут принимать участие лишь в списке федеральных политических партий. Вместе с тем, федеральный закон о политических партиях к концу 2004 года был отредактирован уже 6 раз, и каждый раз список требований к партиям, допускаемым к выборам, расширялся. К выборам Государственной Думы 5-го созыва в 2007 году был сделан последний в длинной череде шагов шаг по прекращению ротации и фиксации статуса КВО в российском парламенте. Проходной барьер для партийных списков был повышен с 5 до 7% голосов, что окончательно ликвидировало и без того ничтожные на тот момент возможности по вовлечению в парламент новых участников, в частности либеральные партии, которых в парламенте нет до сих пор. Компания 2007 года, Государственная Дума 5-го созыва, зенит российской электоральной диктатуры в период высоких экспортных цен на энергоносители, резкого роста российской экономики и реальных доходов граждан. Шикарную и очень точную характеристику тогдашней Думе дал ее председатель, один из высших руководителей партии «Единой России» Борис Грызлов, который сказал, «Парламент не место для дискуссии». В результате комплекса последовательных законодательных изменений до участия в парламентской кампании 2007 года были допущены лишь 11 федеральных партий. Напомню, лишь 12 лет назад в выборах участвовали 272 структуры. Конечно, если не давать никому участвовать в политике, то создастся иллюзия, что никого кроме власти нету. Если вдруг у вас родители или какие-то знакомые верят в эту байку, что нет никого кроме Путина, то отправьте ему это видео посмотреть, и будет понятно, почему это происходит, и что это специально так сделано. Но продолжим. «Единая Россия» получила на выборах в 2007 году 64,3% голосов, что впервые позволило ей сформировать конституционное большинство, 315 депутатов. Всего же Государственная Дума 2007 года состояла из четырех фракций. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Конфигурация эта сохраняется и до сегодняшнего дня, с теми же даже и лидерами практически. Пятый созыв российского парламента держит абсолютный рекорд по принятию президентских и правительственных законодательных инициатив. Да, даже по сравнению с бешеным предметом следующего созыва. Именно пятый созыв воплощал идеальную стереотипную модель Государственной Думы как формального отдела администрации президента, штампующего под видом парламента нужные документы. Именно в нем законотворчество окончательно превратилось в юридическую формальность. Почему важно помнить эту историю? Потому что для власти это история большого успеха. Все 90-е парламент – огромная заноза для исполнительной власти. Бесконечный торг, договоренности, коалиции и их разрушение. Премьеров месяцами утверждают, бюджеты не принимают. На каждые выборы новый партийный проект. Такие политтехнологии, сякие политтехнологии. Если победы, то не абсолютные, если поражения, то горькие. С нашей точки зрения нормальная конкуренция, которая позволяет выбрать лучших и заставляет их как-то отчитываться перед нами, потому что на следующих выборах мы можем выбрать других. Но с точки зрения правящих бюрократов, это сплошной разбрут и шатание, какой-то ненужный стресс. Новая администрация готовилась к большой войне, многолетнему подчинению парламента. Новому раунду политтехнологической войны. Но быстро выяснилось, что все это не нужно. Не надо пытаться воевать на участках, тем более соблазнять и запугивать избранных депутатов. Лишь несколько законодательных изменений, сокращение числа партий, усиление над ними контроля, затруднение регистрации и упрощение ее отмены уже в следующем созыве обеспечат абсолютное, а через один конституционное большинство, в котором все прочие партии, кроме Единой России, сидят в парламенте просто для красоты. Можно украсить результат за счет электоральных аномалий в отдельных регионах, но масштабные фальсификации не так уж и необходимы. Реальной конкуренции нет на входе, а обществу в результате всего этого неинтересно участвовать в таких выборах. И вам ничего не мешает править. Нет никакой причины не продолжать успешный опыт, не распространять контроль на входе, как за счет снижения числа легальных структур, так и затруднения порядка регистрации на всех прочих выборах. Федеральные власти, следом уже и региональные, и местные, не просто способны отказать в регистрации или снять с регистрации любого кандидата на произвольных основаниях, но они же и контролируют саму процедуру выдвижения. Единичные легальные партии. Через эту историю, через историю большого успеха для власти, нужно воспринимать все законодательные инновации последнего времени. Для власти все не очень хорошо. Харизматическая легитимность Владимира Путина очень сильно зависит от текущих рейтингов. Текущие рейтинги утратили допинг Крыма, последовательно под влиянием падения доходов населения рейтинги снижаются последние два года подряд. На фоне коронакризиса, крайне неубедительных мер по борьбе с ним и поддержке граждан и бизнеса, рейтинги падают еще быстрее. На носу большой электоральный цикл. Это не только всенародное голосование, проводимое по закону о самом себе, которое можно кучу угодно с ним сделать, но и региональные компании этой осенью, и парламентская компания будущей осенью. А там уже и до 2024 года рукой подать. Пусть и с обнуленными сроками, но выборы-то как-то надо выигрывать. Причем за эти годы российское общество стало совсем другим. Пространство для прямых фальсификаций под давлением наблюдателей и общественного внимания еще сильнее сузилось. Несломано не подчиняй. Нет ни одной причины думать, что проверенный инструмент убедительных побед, ограничение на входе, сейчас вдруг не сработает. Запрет на участие в выборах судимым по еще 50 уголовным статьям, в том числе за участие в митингах, снижение допустимого брака в подписях, усложнение процедуры сбора подписей, может быть не по форме, но по сути очень хорошо ложится в привычную схему, что работало 20 лет подряд. Сложно проиграть пустому месту в бюллетене. Звучит как разумная идея. С другой стороны, тут есть светлая сторона. Такого рода изменения и в такой срок от хорошей жизни не принимаются. Политические менеджеры, очевидно, понимают весь драматизм ситуации и всю глубину падения реальной поддержки, которую не может удерживать даже массированная пропаганда. До какого-то времени реальную поддержку можно заменить электоральным жульничеством, но ресурс этого не бесконечен. Чтобы не радовать кремлевских электоральных менеджеров, пожалуйста, не отказывайтесь от участия в политике. Не говорите про то, что вам не нравится ни один кандидат, а потому вы не придете. Ведь именно в этом цель всех этих политтехнологов, сидящих в Кремле. Приходите голосовать, объединяйтесь, участвуйте в общественных организациях, в партиях. Мы вот со сторонниками вступили в яблоко и пытаемся его реформировать довольно успешно. Еще мы делаем общественное движение «Городские проекты», которое объединяет адекватных и активных людей, интересующихся урбанистикой, и иногда помогает им участвовать в выборах. Все это нужно, чтобы поддерживать у людей интерес к политике и создавать альтернативу бюрократическому аппарату, пытающемуся контролировать всю политическую активность. Вы наверняка слышали про московские муниципальные выборы, где мы вместе с партией яблоко и городскими проектами избрали очень много муниципальных депутатов. То же самое произошло в Санкт-Петербурге. В Московскую городскую думу прошло 4 депутата от яблока, один из которых, Дарья Беседина, представляет городские проекты. Все это оживляет активность и дает людям надежду на то, что что-то может измениться, даже в этой контролируемой системе. Ссылка на нашу с Варламовым общественную структуру будет в описании и в первом комментарии. Также там будет ссылка на вступление в партию яблоко. Там может быть немного болотисто, но это единственная оставшаяся легальная либеральная партия, поэтому ничего нам не остается, кроме как попробовать объединиться вокруг нее. А может я не прав и чего-то остается. В комментариях вы можете оставить ссылку на вступление в другие общественные и политические структуры, которые вы считаете адекватными. Самое главное не сидеть дома и не оставаться в стороне. Помните, был классный очень лозунг московских протестов в прошлом году? Стыдно стоять в стороне. Вот не надо стоять в стороне, участвуйте. Ну еще подпишитесь на мой твиттер. Я там провожу много времени, пишу о политике, через него координирую избирательные кампании. Ну и до завтра.